приветствую друзья будем играть на карте под названием самом принципе данную карту самом мы будем обсуждать данном бою и игра у нас 15 и 21 рак против 18 и 20 ранга по рангам конечно наших оппонентов получше 18 ранга игрока 77 процентов побед очень хорошая статистика для собственно говоря данного ранга а вот 20 ранга игрока но аккаунт будет послабее если судить по отдельности то наверное опыт игры у меня и моего союзника явно получше чем у оппонентов но если сравнивать команды то я думаю некорректно будет вообще сравнивать мой 15 ранок с 18 и 20 поэтому противника команда чуть-чуть получше но как я говорил ранее опыта у нас лучше больше и скорее всего не составит труда выиграть противника вначале играю на красных бустах снабжения буду ставить 7 центров снабжения по ложке с учетом того что играем против 18 20 ранга ней редко рашат даже если они заражат я в принципе уверен в себе базы у нас рядом это раз во вторых у моего союзника 21 ранга доньки жесткий стрелок там спам может быть хороший вышка хорошая у нас собственно говоря не заражит поэтому я спокойно ставлю всем цесах мой союзник ставить 7 цесах по ложке и ну и только после этого выхожу в кречет третий уровень штаба появляется тут уже третий уровень штаба синий игрок 20 ранга 18 игрок зеленый игрок 18 ранга вот если говорить про экономик по экономике то ну понятное дело что у меня экономика будет слабее чем у противников но если подумать то 5 cs без бустов ну должны явно давать меньше чем мы и 7 цесок на синих густах вот поэтому проседать по экономике я почти не буду скажем так так и собираюсь играть на данной карте ну либо оба выходим ягахом либо авиация плюс контроль карта так как здесь узкие проходы закрываются стеночками все это ракетками градами дайте с одного фланга другого фланга с учетом того что можно построить стенки вообще не составит труда как по мне ягахом на данной карте он абсолютно бесполезен летаю довольно таки нагло кречет и терять ни в коем случае нельзя у меня будет один завод спецмашина динавиа завод больше я вообще ничего не буду строить специально не поднимаю кречет что противник не понял вертекс и показываю что у меня есть пехота на карте я хочу чтобы взлетели вертекс и увидели мои дикобразы в этом случае противник будет знать что он находится в середине карты и он попросту не будет лезть вперед большое количество гренадеров ну или вообще их наличие подскажет нашему оппоненту что молотами опять же не стоит лезть вперед чтобы те же дикобраза выбить правильно вот он вертекс летит разведал кстати моего союзника меня противник не разведала я выхожу в четвертую штаба давайте этот момент даже покажу вот взлетает вертекс так хороший урон дикобраза на 21 ранга реально неплохой кречеты пролетели мимо ну и противник не разведал что у меня есть четвертую штаба это плохо то есть он пролетел раз по вот этой траектории скорее всего предположительно не видел мой штаб вот это крайне важно я выдвину сюда я все-таки решил кречетами забрать что надо делать моему напарнику так как я строю дикобраз моему союзнику надо три завода ягуара и завод хамелеона то есть он дикобраз вообще не будет строить разве что одну единичку забираю здесь пехотинца то есть противник не факт что будет знать что мы идем в атаку цель моего союзника ты просто немного продамажить но только сейчас пехотинец увидел вот так еще один пехотинец есть минус 2 пеха минус бункер минус 2 бункера ну и тут уже идет подкрепление зевс стеночки строятся в принципе неплохо минус 300 и даже 400 ресурсов нормально тут взлетают мои кречеты так три положки и минус кречет ну блин фигово фигово вы видели что дикобраз нанес где-то процентов 20 урона мой кречет просто мгновенно падает неприятно но и по этой причине особо мне принципе летать смысла нет то что кречет абсолютно не юзабельные в атаке говорит о том что данная карта она специфическая здесь тяжело зарашить здесь очень легко закрыться стенками бункерами и ракетками вот ну насчет сопротивления такое не работает то есть ресурсы на мин вам не хватит это во первых пушки и вышки они довольно таки бесполезны вот проблема данной карты в том что ну вот смотрите сколько здесь у меня по дофигища смотрите сколько по ни один вертекс не упал ни один то есть я конечно понимаю что разница в ранге еще существует но прямо моя авиация и авиация противника она просто несравнима вот поэтому есть собственно говоря и летать не буду мне она не надо атака с этой стороны она тоже будет бесполезно тут очень легко закрыться и стенками и бунт ну вот видите уже стеночки уже град готов по этой причине тут нападать яга хамом просто бессмысленно у вас есть два варианта либо вы строите яга хам и пробиваете где-то на четвертом пятом уровне штаба прямо мега яга хам строится с трех сторон нападаете ну и пытаетесь как-то что-то сделать может быть продавите может быть нет либо вы играете яга хамом и целенаправленно идете ядерное оружие ну понятное дело что ваша ядерка она упадет мгновенно а у противника нифига падать не будет вы уже видели что три положки уничтожает просто мгновенно кричит он еще и медленный поэтому лезть на рожон я не буду я понимаю что авиация сопротивление она просто камикадзе она если и заберет ядерное оружие ну то есть луч то вы потеряете все кричит а их надо где-то штук девять чтобы было хотя бы 8 зекс решил поднять кричит потом подумал наверное все таки этого делать не стоит топливо мне еще понадобится ну и я выхожу в ядерное оружие тут взлетает оппонент у меня уже есть здесь пехотинец для разведочки я вижу здесь кричит и вертекс продамажен большое количество по 21 ранга 5 6 пушек моя пушка кричит и ну и все до свидания вертексы упали первая атака хамелеон к сожалению был потерян вот тут только один хам дальше уже не пройти зевсы грады щиты ракетка в том числе бункера это бесполезно пробивать чтобы вы не делали на данной карте вы это не пробьете да можно как-то очень удачно разложиться если грады и зевсы будут далеко друг от друга но сомнительная идея при потере хамелеона все будет печально опять же противник может построить торы там три тора вот сюда жахнуть тоже все будет грустно но я заряжаю супер оружие мне уже нет смысла что-то другое придумывать тут синий игрок тут зеленый игрок оба оппонента нападают с двух сторон это неправильно как по мне есть у меня здесь пехотинец он задерживает оппонента не начатки сейчас решил выдвинуться вперед и моего союзника есть возможность пробить две армии отдельно друг от друга небольшое количество гренов пусть они кусают здесь армия тайфун ушел вперед это хорошо можно было бы поднять кречит и я буду пить центр базы наверно на золотом бусте давайте это перемотаем потихонечку пробивает мой союзник одиночную армию так я здесь взлетаю выбил щит нет не выбил щит пробиваем синий игрок картон зеленый блин его завод не упал ну правда это завод 3 уровня не должен падать но даже на золотом бусте он нифига не падает то есть завод флой там понятное дело что когда оба оппонента они находятся далеко друг от друга я как он справляется еще и кречит уничтожил щит тайфуны были сзади ну тут без проблем сейчас я наверное помогу своему напарнику говорю чтобы он отступил я уничтожаю грады тайфуны я не вижу поднимается вертекс неудачно ну и тут уже наверное будет несложно пробить оппонента правда ягуаров не особо много решил отойти назад все-таки вернулся вернулся урон так себе позицию 20 ранга но пять кречитов это уже неплохо они почти наверное пробивают зевс но мне нужно топливо 4 кречита разрядились нужно топливо для следующего ядерного оружия буду же бить на красных бустах прямо по заводам по вот этим двум заводам может быть там что-то еще есть ну и как вы видите правило того что либо ты пробиваешь на четвертом пятом уровне штаба либо ждешь луч и проигрываешь актуально не только на моем ранге но и на более высоким причем на данной карте это касается не только сопротивление но и конфедерации тоже то есть я как говорю я не против бустов я не против сильных оппонентов разницы в рангах не особо честно игры да но что делать если не выходить супер оружие таково правило игры по-другому сыграть попросту не получится мне такая игра на самом деле не нравится я считаю что данную карту надо просто убрать из режима 2 на 2 из режима один на один может только в турнире и оставить потому что играть на ней невозможно может быть если бы здесь были бы флаги тогда да как-то было бы поинтереснее был бы скажем так некий стимул выходить с базы ну а так кто дольше сидит на базе кто больше закрывается по ложками у кого больше авиации чтобы вертекс или кричит они сломали тебе супер оружие тут и выигрывает ну тут классический яга хам в движении правда здесь зевцев очень мало так что ладно естественно противник уже поплыл тут шансов у него нет два хама есть кстати офигенный хамелеон смотрите как хорошо закрывает туман на двадцать первом ранге шикарно мне таком хамелеоне это стоит только мечтать ну и пробить все противника больше ничего не осталось но тоже выйдет супер оружие сейчас я возьму один кричит направлю его в сторону базу противника но и как видите я играл на синих бустах то есть я просто знаю что ожидать от противника тут тоже луч понятное дело нож как по-другому играть на данной карте ну никак жахну здесь базу электроэнергии сейчас у противника не будет тут у меня 4 кричита лечу лечу обмануть хочу завода уже построил противник что-то так себе урон но в принципе неплохо я не думаю что этот луч фуловый если 4 кричита за три удара его забираю то наверное ну правда явных бустах противник без бустов возможно не флоу возможно один кричит помню потерял его до 1 я потерял все-таки нет не потерял все-таки 4 жила ну и принципе на этом бой все пишите ваши комментарии по поводу данного боя я просто хотел вам показать продемонстрировать что данная карта она однобокая скажем так по-другому на ней не сыграть это бесполезно на центре карты сидеть ягах точнее зевса лучом но в принципе можно но он довольно таки неповоротливые пока вы доедете можно конечно играть можно нападать на третьем уровне штаба если постоянно контролировать карту сапра пока она выйдет 4 штаб очень много времени пройдет там уже будет почти 5 уровень штаба и будет лучше то есть я не вижу другого варианта кроме как выходить супероружие ну и при этом естественно у сопротивления будет ситуация похуже чем у конфедерации потому что отверяться по броня вее и авиацию нет просто не падает